Итак, друзья, продолжение нашей рубрики по вскрытию посылок, которые не попадают в основные обзоры, в отдельные обзоры. Потому что, напоминаю, я решил снимать видосы, каждый день получаю какие-то посылки и каждый день снимаю эти распаковки. Но вы эти все распаковки будете смотреть всё в одном видео. То есть я каждый день получаю, делаю распаковку, завтра опять же получаю, делаю распаковку и так всё монтирую в один видос. Вот, и потом получается такая вот сборная по нашим распаковкам. Ссылки на все товары, как обычно, все будут в описании к этому ролику. Переходите, смотрите. Ну а мы продолжаем. И сегодня у нас, сегодняшние посылки, это вот эти три посылочки. Начинаем, ребят. Первая посылка. Первая посылка, давайте чуть-чуть побольше откроем. Вот такая. Так, открываем. Это я заказывал для своей камеры. Так, открываем. Больше тут ничего нет. Это у нас Аквабокс. Аквабокс, а какого-то известного бренда. Куча, кстати, заказа на сайте Алиэкспресс. Вот он, сам кейс. И вот моя камера. Для камеры И4К+. Вот. Мой кейс родной. Вот уже слегка подуставший. Всё, можно выбрасывать. Поэтому заказал ещё один кейс, потому что я снимаю на второй канал, ребят. Напоминаю, The Best Travel. Подводные съёмки, дайвинг и так далее. Где-то в Египет поеду, отдыхаю и постоянно что-то там снимаю под водой. Вот такой вот кейс. Стоит адекватных денег. И качество, ну, довольно-таки неплохое. Вроде на первый взгляд. Сейчас посмотрим. Плёночка защитная. Сейчас посмотрим, как будет сидеть наша камера. Всё подошло. Размеры подошли. А как открывается, опять же, надо вот так вот открываем и вытаскиваем. Всё, кейс зачётный. Рекомендую. Ссылка в описании. Вот это, это уже для моего смартфона. Штука стоит копейки, но очень полезная. Как раз-таки для блогинга, для тех, кто снимает какие-то видео, фото и так далее. Это такой, друзья, держатель для штатива, для монопода, селфи-палки. Куда хотите. Для смартфона. Вот таким вот образом, друзья. Вкрутили на штатив. Сделали наклон. И можете снимать видосы. Если у вас камера, конечно, хорошая. Вот такое крепление. Также за копейки. Ну, лично я доволен. Так, отключаем. Отлично. Так, и следующая посылка. Здесь вообще маленькая. Сейчас вам покажу, что тут такое. Это, опять же, для видеоблогинга. Опять же, для себя покупал. Так, больше тут у нас ничего нету. Это у нас, ребят, выключатель для моих софтбоксов. Вот сейчас освещение у нас идёт от софтбоксов. С одной стороны один, с другой стороны второй. И тут у нас настольная лампа. Как раз-таки эти софтбоксы у нас есть в выключателе. И один из этих выключателей у меня просто полетел. Я смотрю на Алиэкспресс. Есть такой же, ну, почему не купить? Тем более за копейки. У нас в магазинах он, допустим, дороже. Но, чтобы не ходить в магазин, а что-то там не тратить своё время, сразу заказываю на Алиэкспресс. И решил заказать этот выключатель. Вот он такой. Сюда вставляете вот эти вот провода. Да? Закручиваете винтами. Или даже просто защелкиваете вот так вот, да? И получается у нас выключатель. Всё. Всё работает. Всё отлично. Так, следующие посылки. Здесь у нас первая за 8 долларов. Опять же, это всё под заказ. Сейчас откроем, посмотрим. Так, смотрим. Конечно, всё приходит в пакете. И получается внутри коробочка в таком вот состоянии. Так, тут ещё что-то есть. Есть переходник на нашу вилку. И всё. Больше тут у нас ничего интересного. Итак, вот она коробка. Открывается с какой стороны. Здесь всё скотчем перемотано. Ладно. Открываем отсюда. Оп, оп, оп. И тут у нас первое такое. Второе. Это у нас насадки. Вот они. Сейчас посмотрим. И третий. Это у нас кабель подключений. USB. Так, что это такое, ребят? Это у нас электрическая такая точилка, отвертка. Ну, или дрель. Короче, как хотите, называйте. Здесь вот есть инструкция. Вот так оно выглядит. Как оно нарисовано. Здесь есть разные насадки и разные точилки, и наждачки, и отвертки. Сюда можно всё присобачить. Инструкция, конечно, всё на китайском. Но всё в рисунках, всё можно понять. Ключик, как это открутить, как закрутить. Вот размеры. И тут у нас рекламка. И сам вот наш девайс. Вот так он выглядит. Так, надеюсь... Всё металле, да? Надеюсь, работает. А, нет, он, наверное, разряжен. Так, тут у нас ничего не работает. Эта часть у нас вращается. Это надо будет подключить сюда. Оп, и это у нас в USB. Сейчас, короче, подключим. Сейчас всё посмотрим. Айн момент. Итак, берём мой удлинитель, как обычно, от Xiaomi. Постоянно я вам его рекомендую. Просто зачётная штука. Сразу всё и в одной розетке, в одном удлинителе. Тем более, это и Xiaomi. В чём прикол? Прикол в том, друзья, что, допустим, как в этом случае, нам не надо никакого здесь даже блочка. Сразу можете вставить в USB. Их есть сразу здесь три. Или же, если у вас даже китайская вилка, вам не надо вот такого переходника. Потому что вы можете вставить сразу же и китайскую вилку. Или же, если у вас европейская обычно, можете вставить и европейскую. Три розетки и три USB-шника сразу в одном устройстве. Ссылку на этот Xiaomi-шный удлинитель также оставлю в описании. Ребята, рекомендую. Итак, берём нашу дрель и подключаем наш USB. Подключаем. И здесь у нас включатель. Включаем. Всё работает! Как видите, всё рабочее. Я не знаю, есть ли здесь аккумулятор для подзарядки. Будет оно работать без этого кабеля или нет. Но потом я подзаряжу. Если будет работать, где-то здесь вам напишу прямо на видео. Так, и что у нас тут внутри? Внутри у нас есть ещё насадки. Насадки у нас разного вида. Здесь вот такой вот резиновый валик. Вот такого плана. Дальше у нас тут такой вот точильный камень. Вот он. И тут у нас разные насадки. Это у нас с вот такой наждачной бумаги. Три вида насадок. Плюс ещё ключик. Вот. Как это сюда вставить? Откручиваем, как обычно, как на вашей дрели. Вставляем сюда или же сверло, или же вот этот точильный камень в моём случае. Закручиваем и потом ключом затягиваем. Вот. Включаем. Всё работает! Сейчас попробуем заточить. Тут что-то... Ну, нормал, работает, ребят. Вот такая вот точилка. Ссылка будет в описании. Так, едем дальше. Пускай подзаряжается. Потом посмотрим. Следующая посылка. Это у нас тут, опять же, цена 20 долларов. Возможно, уже и дешевле. Это для профессионалов, я так скажу. Ссылка также будет в описании. И что тут такое? Сейчас посмотрим. Коробочка. Вроде всё целое. Вот. Не так, как прежняя коробка. Так. Внутри, что мы видим здесь? Ян Бау. Открываем. Открываем. Так. Тут у нас сразу кабель. Вот такой. Один. И второй. Такого плана. И сам гаджет. Дальше что-то у нас. Ещё что-то есть или нет? Так. Дальше у нас тут ничего нет. Всё пусто. Итак. Что у нас в комплекте? В комплекте два кабеля и сам гаджет. Для чего эта штука нужна, друзья? Это как такой у нас дистанционный пульт, который работает по кабелю для профессиональных камер. То есть, вы устанавливаете эту штуковину на палке, держите, допустим, штатив и с помощью этого кабеля удаленно можете зумировать, сделать зум на вашей камере. Приближать или удалять. Плюс делать записи видео или фото. Всё так делается удаленно, но те, кто занимается профессионально фото и видео, те, наверное, знают, как это и куда это. Вот такая вот штуковина, заказов полно. Как она работает, вам сейчас не продемонстрирую. Но ссылка в описании, кому интересно, также смотрите. Так, ну и в продолжении тематики по видеосъёмке. Вот смотрите, что у меня тут есть. Это моя экшн-камера Sony X3000. Съёмка в 4К. Ну, короче, самая навороченная экшн-камера на данный момент. Что по звуку, что по видеосъёмке. Ну, как я её покупал, где покупал, за сколько, как сэкономил кучу денег на её покупку. Здесь в подсказках есть видос, потом сможете посмотреть. Вот, ну и, конечно, ребята, тут посылочка будет мне также очень интересна, потому что это и для моей камеры также подойдёт. Хотя это все посылки вот это под заказ. Если, вот сейчас посмотрю, если всё нормально подойдёт, так же себе и закажу. Смотрите, первая коробочка, вторая коробочка и тут у нас ещё третья коробочка. Что это такое? Это у нас батарейки для Sony X3000. Значит, батарейки именно от компании Sony для этой камеры, ну, стоят овер до хрена. Овер до хрена. И поэтому можно на Алиэкспрессе заказать отдельно от другого производителя. Вот, это вот бренд. Батарейки для, также для Sony. Они стоят гораздо дешевле, ребят. Ссылки под видео смотрите. Значит, это родная от Sony. А это у нас от другого производителя. Ну, короче, в отзывах под этим товаром писали, что хватает записи одной батарейки на 90 минут записи. Ну, только я не знаю, в каком формате они это всё писали, но на 90 минут это нормально. 1800 и 1200, да? Так, и что у нас тут? А тут у нас ещё один прибамбас к этой камере, кстати. Вот, если у вас много батареек, вы много с неё делаете съёмок, тогда вам нужна вот такая вот штука. Это док-станция, то есть подзарядка отдельно ваших батареек. Отдельно батарейку мы тут заряжать не можем. Мы просто заряжаем, подключаем сюда кабель и заряжаем батарейку вместе с камерой. А тут получается такое выносное зарядное устройство. То есть вы можете одну батарейку зарядить сразу же в камере. И ещё две батарейки отдельно заряжать вот этим вот блочком. Получается, вставляем сюда мы, так, контакты, вот так одну батарейку, вот так вторую батарейку. Смотрите, пошла зарядка, индикация пошла. Тут просто индикация у нас показана. Батарейки заряжаются. Сразу же две штучки от USB. Вот такой блочок и две батарейки. Можно заказать это всё отдельно. Или три батарейки, или одну, как я уже вам рассказывал. Цена хорошая, так что переходите, смотрите. Ну и давайте сейчас попробуем работать ли с нашей экшн-камерой, кстати. Так, вставляем мы это всё сюда. Так, закрывать я не буду. И давайте попробуем включить. Включаем. Ну. Да. Всё, заработало. Камера работает, батарейка также рабочая. Так что можем смело заказывать. Т Velк. Всё. Так что теперь готовь.